Я надеюсь, меня в этой шапке не сильно засмеют, потому что фасон, блин, ну точно не мой. Всем здорова... Б***ь! Всем здорова! Сегодня, наконец-то, настал такой день, когда канал, который на 70% состоял из роликов про консоли или нечто подобное, будет постепенно переходить на ролики, имеющие более серьезный, я бы даже сказал, более востребованный характер. А именно технообзоры ПК-периферий, комплектующих и прочее. На самом деле, такая возможность могла появиться у меня даже немножко раньше, когда я ездил на Игромир, я тогда успел завязать некоторые контакты с нужными людьми, и тогда, мягко говоря, они отказались со мной сотрудничать, потому что, а, канал не тематический, и, б, что тут нету ни одного ролика, чтобы удостоверить спонсоров в моей компетентности. Да, это был удар ниже пояса, было обидно, но в целом не страшно. С другой стороны, вам признаюсь, что я уже давно хотел слезать уже с этой однотипной консольной тематики, уже переходить на более серьезный контент, а то, знаете, порой уже даже монтаж не приносит уже такого прежнего удовольствия, как это было пару лет назад. Потому говорю сразу, что для этого видоса мне нужна критика, и чем ее будет больше, тем лучше. И под словом критика, я не имею в виду, что меня нужно крыть хуйами за каждое неправильное слово, или писать сообщение в духе «Ты тупой, иди учи мочать, все неправильно и посол ты нахуй!» Мне нужна нормальная, адекватная критика, а не просто чьи-то петушины и стоны. Потому что именно адекватная критика может повлиять на выход последующих роликов подобного содержания. Сегодня на обзоре у нас будет не один, а целых два продукта. Это оперативная память и SSD-накопитель от HyperX. И чтобы освободить вас от ненужной писанины, скажу, что да, это реклама. Однако это не освобождает меня от ответственности местами указывать на минусы товара. Все-таки я за народные обзоры. Вообще с продуктами от компании Kingston я знаком уже достаточно давно. И да, быть может кто-нибудь не знал, но HyperX это подразделение компании Kingston Technology, которые нацелены больше на геймерские решения. К слову, два года назад я покупал их офигенные наушники, которым претензий у меня вообще нет. Есть еще вот такой красивый игровой коврик. Это уже, кстати, второй по счету, потому что первый я на Новый год сжег бенгальской свечой. Еще была куча разных флешек, которые я уже давно все растерял. В компе еще стоит SSD-накопитель, который я покупал 4 года назад тупо под винду. Оперативная память была еще DDR3 HyperX Beast, которая была достаточно шустрая за свою цену. Поэтому, если что, я знаю, кого рекламирую, потому что качество их продуктов я уже давно проверил на себе. А нареканий к их продуктам у меня практически никогда не было. Начнем пока с более простого, это SSD. А точнее HyperFury RGB на 240 гигабайт. И если что, с таким же дизайном еще продаются варианты по 480 гигов и на терабайт. Комплектация тут следующая. Один SSD, удивительно, не правда ли? Один провод с выходом на microUSB, чуть позже объясню для чего. Инструкция и код активации на программу Acronix True Image HD. Если что, это программа для клонирования информации с других накопителей. Если проще, то ей можно перенести винду с одного накопителя на другой без необходимости сносить систему. Полезная, кстати, программа, особенно если это ваш первый SSD. Сразу скажу, что SSD-накопитель выглядит ну просто сексуально. На китайский шлак вообще ни разу не тянет. Стильный, красивый, тяжелый твердотельник. Да, по весу он сильно отличается от других накопителей. Его вес составляет ровно 165 грамм. И это достаточно много, потому что производитель нас заверяет то, что такой SSD-шник можно вставить с легкостью в ноутбук. Но я не понимаю, зачем, зачем такой SSD-шник покупать для ноутбуков, тем более с подсветкой. Это примерно то же самое, как купить GoPro и потом использовать его как видеорегистратор, чтобы она снимала жопу гаишника. Не, ну, если говорят то, что могут, то ладно, пускай будет так. Да, такой SSD с его агрессивным дизайном вообще лучше всего покупать для стационарных компов с открытым окном. В этом, по сути, и вся прелесть их девайсов. Это моддинг. Доступное решение для украшения вашей игровой машины. Вы вспомните, сколько лет назад стоили подобные удовольствия с подсветочками. Оно могло стоить, как целый компьютер. Сейчас уже нет. Вся вот эта эра, когда компы стояли под столами, она уже постепенно угасает. Сейчас даже комплектующие средней категории, их выпускают с упором не только на производительность, а еще и на дизайн. И это очень круто. Оно показывает то, что не нужно стыдиться своего железа, так как даже дешевую сборку можно легко превратить в конфетку. Да, в этом SSD есть подсветка, причем RGB. Вы спросите, нахрена? А я спрошу, почему бы и нет? Не везде накопители прячутся за корпусом или в слотах под приводом. И у меня как раз такой корпус. Диск просто вставляется в салазки и все. Но есть один момент, после этого я не смогу подключить провод microUSB, так как мой корпус тогда еще не был рассчитан на такие возможности. Их тогда просто не было. Однако мне повезло. И повезло тем, что второй слот у меня разбан нахуй. И он не читает диски уже года этак два. Потому мне пришлось немножко поколхозить, чтобы не прятать такую красоту. Я просто присобачил его хомутами, тем самым смог легко подключить microUSB. Если бы я этого не сделал, подсветка была бы просто красная. И вуаля! Теперь я все могу отрегулировать так, как я хочу. Выставить статичное освещение с анимациями. Я выбрал статичное. Не люблю, когда что-то в компе мигает. Есть еще один момент. С подсветкой SSD начинает греться. Конечно, не критично. Я когда играл в новый Far Cry, там температура была не выше 55 градусов. Это нормальная температура. Именно поэтому корпус тут металлический. Так как он выполняет функцию теплоотвода. А система охлаждения компа, она уже рассеивает остатки горячего воздуха. Если у вас такого не предусмотрено, то температура может быть немножко повыше. Самое главное, чтобы до 70 не доходило. Так как это уже многовато. По скорости буквально в двух словах. За свою цену в 5000 рублей, ну конкретно за мой экземпляр на 240 гигов, скорость хорошая. Немного для сравнения, чтобы было многим понятно. Справа это мой старый HDDшник, которому 9 лет. Посередке мой SSD, которому 4 года, что под винду. А слева HyperX Fury. И такая разница тут неспроста, потому что в HyperX стоит контроллер от Marvel. А вот как обстоят дела на практике при загрузке игр с разных носителей. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. А вот и второй продукт, уже немножко посерьезнее. Это оперативная память DDR4 на 16 гигабайт. Тоже весьма с таким агрессивным стилем и названием Predator, то бишь Хищник. И стоимостью 12 тысяч рублей. Поставляется она двумя плашками по 8 гигабайт с частотой 2933 МГц. С возможностью разгона выше 3,5. Также есть еще версии до 4000 МГц. И как в случае с SSD, тут тоже есть подсветка, которая имеет функцию оптической синхронизации памяти. Что позволяет избежать хаотичных цветов внутри корпуса, сохраняя баланс. И ко всему прочему, все так же настраивается через софт материнской платы. Как заверяет нас производитель, радиаторы в оперативной памяти невысокие. И в целом это правда. Однако низкими я их тоже назвать не могу. Их высота 42,2 мм. И чтобы вы понимали, мне они полезли почти впритык. На записи вы это можете легко заметить. Плюс ко всему нужно учитывать то, что в моем случае кулер у меня был модульный. Вентилятор, что находился над оперативкой, мне даже пришлось сдвинуть на пару миллиметров, чтобы нигде ничего не давило и не мешало. В целом не критично, но если у вас кулера попроще, то заранее обращайте на это внимание. Плашки оперативки построены на чипах Unix. И после моих недавних экспериментов я увидел то, что память достаточно неплохо гонится. На моем компе, чьи характеристики вы сейчас видите на мониторе, максимально стабильная и рабочая частота оказалась 3466 мегагетс. Вы скажете, чё так 3466, хер ли так мало, давай до 4 прогони, так б***ь. Я бы и с радостью, если бы винда у меня запустилась при таких частотах. Я хз, но есть предположение то, что память у меня как-то конфликтует с моим братцом, так как я и тайминги менял, и вольтаж, но хрен там плавал, система меня вечно отправляла в биос. Материнку, если чё, я тоже проверял, она подходит, но в целом я не сильно расстроен, так как даже при таких вот частотах мне удалось сделать в играх достаточно неплохой прирост хотя бы в 15 кадров, а это на минуточку уже не так уж и мало. Если у вас спрос мощнее моего, то и результаты у вас тоже будут побаще. И кстати, да, спасибо каналу Юзвель, что помог мне с разгоном. Я раньше думал, что разгон памяти это реально какая-то бесполезная хрень, что она лишь 2-3 кадра прибавит, но, блин, как же я ошибался. И так, давайте с вами подытожим. SSD, HyperX Fury RGB и память Predator RGB это великолепное сочетание для моддинга вашей игровой системы. SSD-шник почти моментально загружает игры, но всё-таки рекомендуется ставить в корпуса с более хорошим охлаждением, потому что подсветка нехило так подогревает твердотельник. Память Predator RGB в целом неплохо гонится с процами менее топового сегмента, однако с более топовыми можно прогнать аж до 4 и выше 1000 МГц. Оговорка. Да, 4000 МГц можно долбануть на пару с дорогими процами, но, увы, не всегда. Это уже, к сожалению, надо экспериментировать. Но в целом поднять планку чуть выше 3500 МГц в принципе уже можно. И весь этот комплект в магазине Yulman стоит порядка 17000 рублей. Немаленькая довольно сумма, да. Однако, если вы введёте мой личный пром-код, то вы получите скидку в 10%, а это более полутора тысяч рублей. На эти деньги можно хотя бы купить новую игру. И да, если что, в таком прикиде я сегодня сидел не просто так. Ребята из Hyper предлагают организовать конкурс на похожий комплект одежды, кроме вот этой вот толстовки, она моя. Конкурс я планирую организовать в ближайшее время, потому если вам интересно, то ожидайте следующего ролика, и я там подробно объявлю все условия. А пока что, всем до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok